Следующий вопрос. Когда необходимо бросать камешки, то есть в какое время? В дни жертвоприношения, то есть до Зухра, после Зухра, с утра, вечером или когда? Говорит Акферу Ахлиль Аильм Аля Аннар Рамья, Вактугу Мимбад Иззаваль. Говорит, большинство ученых считают, что в три дня Ташрика кидание камешков в столбы производится после Зухра, то есть после времени середины дня, после полудня. Вайн Рама, Кабля Иззаваль Юьид. Сказали, а если он покидал до полудня, то необходимо совершить кидание заново, после полудня. И это мазгаб имама Ахмада, Малика, Суфьяна Саури, имама Шафии, Вакали Би Ильхасану Ата. И это мнение также Альхасана Альбасра, а также Ата. Это первое мнение в вопросе. Знаешь, когда? После полудня, после наступления времени намаза Зухр. Вакали Исхак у Асхаба Раи. Второе мнение в этом вопросе, которого придерживался Исхак, то есть Рахавей, у Асхаба Раи, а также Ханафиты. Вактугу Мимбад Иззаваль. Они говорили, Вактугу Мимбад Иззаваль, то есть время кидания камешков куда? В столбы. Сказали, но в последний день, то есть в третий день Таширика, нет ничего страшного, если покидает до заваля. А уже с мины уходить должен, когда? После заваля. Говорит Уаза Ривая Нахмад у Акалиби Икрима. И это один из Ривая Фатима Махмада, и это мнение также кого? Икримы. Это второе мнение в вопросе. Значит, чем оно отличается от первого? Первое мнение говорит, кидать в три дня Таширика камешки нужно после полудня. Второе мнение говорит, полностью согласен, но в третий день можно кинуть до полудня. А уходить с мины уже после полудня. Теперь третье мнение в вопросе, которое придерживался также Атайбна Абирабаха, также Таос и Аджюзу Кабля Заваль Мутлакан. Сказали в любом случае, то есть в любой из трех дней можно кидать до полудня. Камешки в дни Таширика. Говорит Уаза Ривая Нахмад Абиханифа и Хиляф Альмашур Ан. И это Риваят Абиханифы, но он противоречит более известному мнению от него. Значит, вот эти вот три мнения. Культу говорит шейх Мухаммад Ибн Хизам. А что касается других дней, то есть вне Таширика. То тогда, когда солнце отходило от середины неба, то есть от зенита, имеется ввиду после полудня. А также приходит у имама Аль-Бухари со слов Ибн Умара о том, что он сказал Мы ожидали, то есть ждали определенное время, или смотрели время, следили за временем. И когда солнце отходило от зенита, то мы кидали столбы. И основа в различных видах поклонения это Тау-Кив. Что значит Тау-Кив? Основываться на контексте. То есть если пришло от пророка с подвижников, что они делали именно так, то и мы тоже должны ограничиваться на этом. Поэтому более правильным является мнение первое. Первое мнение, вопрос какой, значит, более правильное, то что в три дня от Ашриха камешки в столбы кидаются после зенита, то есть после полудня. После наступления времени намаза Зухр, если человек покидал раньше этого, то ему необходимо совершить кидание заново после Зухра. Вот это усвоили или нет? Таид, далее следующий вопрос. И когда солнце отходило от зенита, то мы кидали столбы. И основа в различных видах поклонения это Тау-Кив. Что значит Тау-Кив? Основываться на контексте. То есть если пришло от пророка с подвижников, что они делали именно так, то и мы тоже должны ограничиваться на этом. Поэтому более правильным является мнение первое. Первое мнение, вопрос какой, значит, более правильное, то что в три дня от Ашриха камешки в столбы кидаются после зенита, то есть после полудня. После наступления времени намаза Зухр, если человек покидал раньше этого, то ему необходимо совершить кидание заново после Зухра. Вот это усвоили или нет? Таид, далее следующий вопрос. Если человек покидал раньше этого, то ему необходимо совершить кидание заново после Зухра. Вот это усвоили или нет? Таид, далее следующий вопрос. то и далее следующий вопрос